Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Ананас ТВ. И сегодня мы с вами поговорим о новых ограничениях и выясним, коснется это туристов или нет. Так как информация в интернете гуляет очень противоречивая. И, как вы знаете, дорогие друзья, 6 сентября вводятся новые ограничительные меры. Для тех, кто захочет пойти на какие-либо мероприятия в кино, либо в театры, необходимо будет предъявить ХЭС-код, где должно быть указано, что вы либо прошли вакцинацию, либо переболели, либо сделали ПЦР-тест не позднее 48 часов. То есть отдохнуть таким образом будет теперь достаточно проблематично. Об этих ограничениях на днях рассказало турецкое правительство. Коснется это туристов или нет, все же не ясно, потому что консульстве Анталии говорят то, что коснется туристов. В других правительственных учреждениях говорят, что нет. В интернете вообще тоже черти что происходит. Поэтому ждем информации и, конечно же, сообщим вам, коснется это туристов или нет. Вы скажете то, что кино, в принципе, можно пережить, театры какие-то мероприятия, там, возможно, футбол еще какие-то. И также эти ограничения коснутся междугородних поездок. Даже на автобусе необходимо будет предъявлять ПЦР-тест, который 48 часов сделанный. Либо то, что вы переболели ковидом, либо то, что у вас есть прививка. Но опять же, туристам непонятно, надо, не надо. Но местным жителям уже точно надо 6 сентября. И также это касается полетов. Даже внутри стороны также необходимо это все будет предъявлять. Вся эта ответственность доложится на компании, то есть они уже будут проверять ваш хэкс-код и вот эти все данные. Ну, собственно, мы ждем дальнейшей информации. Надеюсь, это не коснется туристов. Но что-то, мне кажется, будет странно, если местные жители ездят по одним правилам, а туристы по другим. Это как минимум небезопасно с теми же самыми тестами и не тестами. Хотя, если вспомнить прошлый год, местные жители сидели на локдауне, а туристы спокойно гуляли. Поэтому будем надеяться, что все-таки туристов не коснется. Но, конечно, это будет немножко странно, как мне кажется. И следующая новость тоже касается вакцинации. Сейчас такую необычную акцию начали проводить кафе. А именно обещать за прививку, кебабы, бесплатные напитки, бесплатные какие-то угощения. Сюжет таких случаев достаточно много по стране. Это не единичный случай. То есть сходил привился и пошел бесплатно поел кебаба. Как вы думаете, вас бы это простимулировало или нет? А также пишите, как в ваших городах стимулирует вакцинацию. Будет интересно посмотреть, почитать, сравнить. Но тут нашли достаточно интересный способ, как по моему мнению. Также мэр одного из турецких городов решил пристимулировать вакцинацию велосипедами и золотом. На самом деле в этом городе уже приличный уровень вакцинации 65%. Но, как сообщает мэр, он хочет дотянуть до планки 75%. То есть и всячески стимулирует. Все как могут, так и стимулируют. Но насчет велосипеда и золота есть немного подводных камней. Это будет розыгрыш 10 призов. То есть получат не все. И сейчас мы с вами посмотрим, как бесплатно предлагают кебабы, напитки. Смотрим. И раз мы с вами уже затронули тему вакцинации, давайте же рассмотрим, сколько уже в Турции привитых людей. Сейчас мы с вами рассмотрим карту. На карте видно синяя зона. Это те, кто уже получил первую вакцину более 75%. То есть отмечены те города. И, как видно, такие туристические города, как Анталия и Стамбул, также уже входят в синюю зону. То есть мы с вами видим правительство всеми способами, действительно всеми пытается заманить людей вакцинироваться. Также проводят вакцинацию, чтобы предотвратить распространение ковид и, видимо, чтобы сохранить туризм и вообще нормальную обстановку в городе. Так как вы помните прошлую зиму или не помните, мы сидели дома. То есть все, кто жил в Турции, суббота, воскресенье были локдауны очень часто. Также были недельные локдауны, когда можно было сходить только в магазин. Туристов это, конечно же, не касалось, но местные жители сидели. Также были закрыты кафе. Это тоже не совсем удобно, как для туристов, так и для местных. В общем, правительство старается делать все возможное, чтобы не повторилась ситуация прошлой зимы. И, как вы знаете, на данный момент есть кто за вакцинацию, кто против. Было бы интересно узнать ваше мнение, за или против, если это не секретная информация. Пишите, будет очень интересно посмотреть, почитать ваше мнение. И следующая хорошая новость. Как вы знаете, в Турции наступила осень, в принципе, как и во всем мире. Началось такое похолодание с 45 градусов. Сейчас у нас температура в Анталии упала до 32. То есть достаточно комфортно. В море температура не падает. Остается отметка 30 градусов, 27 в зависимости в тех частях, где вы плаваете, купаетесь. То есть, когда вы купаетесь в море, перепады температуры воздуха и моря так таковой нет. И купаться очень-очень приятно. И, как вы знаете, туроператоры не перестают нас радовать снижение цен. Хоть вы под прошлым видео писали то, что цены не снижаются. Я не знаю, возможно, не на всех сайтах. Где-то кто-то смотрит везде в разных местах. Мы смотрим на Тревел Белки. Есть такой сайт. Они подбирают самые дешевые. Также у них уже упали цены на осенние туры. К сожалению, уже с летними нет возможности сравнить. Но можно сравнить сентябрь-октябрь. Конечно же, в октябре цены будут уже гораздо приятнее. Но и погода немножко похолоднее. В прошлом видео мы немножко рассматривали этот сайт Тревел Белка. Мне он очень нравится. Уже несколько лет на нем сижу. Даже не на сайте, а на группе ВКонтакте. Они подбирают самые выгодные туры не только в Турцию, но по всему миру. Суперудобно. Жалею, что нет такого в Турции. Если вам интересна эта тема, пишите. Разберем в отдельном видео. Полазим. Максимально все посмотрим. Узнаем, какие же цены на отдых в сентябре, в октябре. В общем, все посравниваем. И, дорогие друзья, наше видео подходит к концу. Пишите свой любимый курорт. В общем, все пишите. Поддерживайте наше видео. Всегда очень приятно. Оставляйте лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже обязательно ставьте лайки. То есть, это не причина не ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал. И пока-пока. До скорых встреч. Видели бы сейчас Дениса, который тут танцует. И сейчас дальше все машины наряжены старым флагом. Ну, не только старым. Смотрите, на камеру большую снимают. 56-я. Хоросить. Продаваем. Красота. 10-й. До встречи- Brent. 10-й.